Вчера я попросил представителей 86% внятно объяснить, чем им нравится существующий режим. Получил 1,3 тысячи реплик. Спасибо всем, кто ответил всерьез и содержательно. И высказал свое собственное убеждение, а не пытался сформулировать мнение какого-то абстрактного народа. Это я и сам умею. Было интересно и познавательно. Приведенные аргументы можно коротко свести к двум главным пунктам. 1. При Путине мы живем гораздо лучше, чем в 90-е годы при либералах. 2. Если не будет Путина, к власти снова придут либералы и опять будет как в 90-е. Больше всего меня удивило, что самый ожидаемый ответ «да, мы живем хреновато, но зато благодаря Путину снова ощущаем себя гражданами великой державы» звучал крайне редко. Позавчера на совместном выступлении в Британской библиотеке Михаил Зыгарь объяснил англичанам феномен 86%. Следующим образом, поддержка Путина держится на том, что сначала он предложил населению повышенный уровень жизни в обмен на отказ от гражданских свобод, а когда уровень жизни начал падать, предложил новую замену и еще более действенную национальную гордость. По нашим комментариям, так не получается. И, наверное, это отрадный результат. Аргументы «зато Крым наш» и «зато нас все боятся» мелькали, но погоды не сделали. Может быть, представление о том, что россияне поголовно заражены имперским синдромом, преувеличены, а опасения насчет того, что при либералах будет хуже, вполне естественны. Мало кто помнит, что 90-е годы тоже делились на разные периоды, в том числе совсем не либеральные. А еще один вывод – про воров и жуликов все в курсе. Поэтому стратегия, построенная исключительно на разоблачении коррупции, не прибавляет оппозиции сторонников. Люди видят это и сами, они не слепые. Не хватает главного. Страшные либералы объяснили бы, вы уже, наконец, людям ясно и дохочево, как вы собираетесь управлять страной, когда не будет Путина. Что вы собираетесь делать со здравоохранением, пенсиями, налогами, полицией, судами, образованием, местным самоуправлением, помощью мелкому бизнесу и молодежи. Может, все окажется не так уж страшно. Борис Акунин Субтитры сделал DimaTorzok